приветик ребятки на что сегодня уже последний день моего дневника седьмой день я после вчерашней тренировки еле встала попа болит нереально такое впечатление что она просто отвалилась живет своей жизнью и вообще сейчас еле-еле передвигаюсь как-то по квартире так что сейчас пойду готовить завтрак потом буду заниматься своими делами очень много работы у меня собралась так как я снимала когда я снимаю в общем в дневник питания все у меня все отходит на второй план я все бросаю пытаюсь конечно что-то делать но постоянно не успеваю вы меня часто спрашиваете как я все успеваю делать ребята я ничего не успеваю делать я просто мечусь как белка в колесе и то-то сделаю то-то сделаю и как-то постоянно у меня какой-то хаос творится в общем так что сегодня буду делать какие-то мелкие дела буду заниматься наверно сайтом обработкой тренировок потому что у меня только всего одна обработана нужно вам целых три выложить на следующей неделе кстати да кто-то спрашивал где же тренировочки они будут на следующей неделе и в принципе все пойду готовить сейчас завтрак и потом займусь какими-то такими домашними своими делами так мой завтрак готов получилось у меня четыре таких оладушки они конечно не такие пышные и черненькие немножко потому что все таки когда отруби есть в тесте особенно в творожном то они немножечко такие вот сложно в общем с ними управляться на сковородке если вы не понимаете у меня еще половинка банана одна столовая ложечка сметаны и кокосовой стружки кстати попробуйте давать кокосовую стружку какие-то блинчики или фруктовые салаты допустим я просто обожаю вообще этот аромат кокосика и очень вкусненько получается погодка у нас за окном сегодня стоит не очень как вот как в эту погоду хочется выходить на улицу вообще не хочется если честно я все жду у какого-то снежка был как-то снежок но он быстро растаял потому что еще не так уж сильно холодно чтобы он держался поэтому я очень надеюсь что на новый год и вообще ближе к новому году будет снежок и хоть какая-то зимняя такая погодка зимнее настроение будет потому что пока пока это совсем не зима как ребят хочу устроить сейчас небольшой перекус извиняюсь за шумы у меня тут зирка устроилась так что хочу в общем сейчас делать такую кашку из творога и банана то есть творог и банан я сейчас смешаю в блендере до какой-то кашообразной массы и потом нарежу кусочками яблока и посыплю его корицей скорее всего пробежалась только что быстренько на почту и не тут пришла посылочка музыка с китайского сайта и я как всегда на летние вещи болею очень мечтала таких сортиков завышенной талии и такие пошкрябанные и вот мне пришли такие очень классные шорты мне нравится то что у них попа хорошо выглядит и то есть не как-то не я не буду в общем плоской ходить и длина как бы нормально я их уже мерила хорошая длина такая и защёлочки такие хорошие правда нужно будет сделать дырки потому что дырок нет так что шортами я очень довольна на качество не тоже очень хорошие дальше мне еще одни шорты и в общем лето у меня в разгаре тоже такие очень классные правда немножко нужно будет по обрезать ниточки здесь конечно же но сами по себе они очень прикольные я думаю именно белый какой-то какой-то комплект сделать какой-то белой майкой белыми туфельками какими-то я думаю очень будет так нежненько в общем самый раз дальше у меня тут еще юбка такая интересная тоже думаю как-то наверное сочетать интересно с какими-то может быть боди не знаю какими-то кофточками с оголенными плечами вот как-то мне это видится именно так поэтому прикольная такая юбка но мне не понравилось не понравилось что тут края не обработаны но хотя нормально смотрится ничего не будет там распадаться я думаю так дальше у меня тут еще такое платье шка вот так вот оно смотрится размер как бы мой но можно было бы немножечко поменьше я думаю его или ушить или что немножечко совсем поменьше хочется конечно а тут как-то просится какой-то золотой ремешок вообще в жизни цвет очень ярко и яркий и напоминает какой-то оливковый такой цвет зеленый очень ярко смотрится и я думаю ни одно видео в нем сниму так что очень понравился это платье конечно такое специфическое и скорее всего я с него что-то сделаю скорее всего кофточку она во первых просто очень короткая но мне безумно нравится print такие птички очень веселенькие очень яркое классное платье размер мой но может быть тоже немножко поменьше хотелось бы она действительно очень короткая хотя идет подкладка но я чувствую если пойду из какой-то ветерок это будет конечно кошмарно поэтому у меня пришла такая идея что если я ее обрежу вот здесь таким полукругом а сзади у меня как будет шлейф такой вот тем более с такими но немножко три четверти рукавами будет думаю интересно смотреться и допустим одевать под черные брюки какие-то или под джинсы какие-то или под шорты до одевать можно будет так что вот такая идея принципе потому что как платье но она очень короткая начиная готовить обед и сейчас хочу сделать банально гречку мультиварки и сверху у меня будут котлетки такие из куриной грудки тут у меня две куриные грудки также я порезала немного лука шампиньоны и вот я думаю наверное я смешаю до грудки с шампиньонами лука или сделать такую отдельную подливку наверно что-таки смешаю да в общем я всегда на ходу что-то придумываю так и это все и сейчас перемолю фарш и все замешаю и слеплю маленькие такие котлеточки так вот 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 Продолжение следует... У меня все готово, вот моя порция, вот Димана, у него 3 котлетки, еще я ему добавила такую вот зажарочку из лука и грибочков самих и у меня еще здесь немного парчицы, так что в принципе все, буду кушать. Так, сейчас устраиваю себе такой перекусик, будем сейчас с Димой смотреть какой-то ужастик там интересный, так что я приготовила себе такой перекус, так чтобы похрустеть немножко, посмотреть фильм. Это у меня тут ряженка, стаканчик и вот такая целая кошелка яблок, тут 2 яблока. В общем, будем с Димой жевать и пугаться, смотреть какой-то ужастик. И, кстати, перед этим сейчас выпью свою капсулку жира, лососевого. Каждый день, где-то в середине дня выпиваю одну такую таблеточку, не забываю. И вот мой следующий прием пищи, здесь у меня мой любимый салатик с сардинами, с яйцами, я его уже когда-то делала, по-моему, и тоже очень его люблю. И немножечко сюда добавила тоже гречки, буквально там 3 столовые ложки, может быть. И вот Дима у меня тоже кушает рядышком, тоже салатик ему наложила этот и одну котлетку, которая осталась. Ну что, вот, в принципе, и закончился мой дневник питания, последний день, последняя ночь, я ложусь спать. Кстати, пью сейчас порцию протеина казеинового, тоже самое сделала, также сама порцию себе, допиваю его и буду уже ложиться спать. Так что большое вам спасибо, что просмотрели этот дневник питания, я очень надеюсь, что я вам чем-то помогла, может какие-то новые идеи для рецептов дала. Я каждый раз, каждый дневник стараюсь делать каким-то разным, давать вам новые какие-то идеи, рецепты, способы приготовления уже банальных блюд. И я думаю, с этой задачей я, наверное, справляюсь. Я учту все мои ошибки обязательно и в следующих видео я постараюсь сделать их более качественными, более информативными и более точными, с точными весами. Так что спасибо вам большое за просмотр, встретимся в новых видео. А, и не забывайте, что на следующей неделе вас ждут три мои тренировочки в тренажерном зале, что я вам снимала. И встретимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok